БИС-ТВ Предоставление отчетности об инцидентах информационной безопасности по специальной форме и другое. Само по себе положение 382-П было опубликовано еще в июне 2012 года с целью развить положение Федерального закона номер 161 ФЗ о национальной платежной системе. Однако с тех пор регулятор неоднократно менял текст документа. Например, 1 июля 2013 года, когда вышло указание Банка России номер 3007У. Организациям, которые, согласно ФЗ номер 161, принадлежат к национальной платежной системе, в первую очередь это банки, был дан срок в полгода, чтобы отчитаться перед регулятором. Конец этого срока приходится на 31 декабря 2013 года. Таким образом, до наступления нового года ответственные лица, сотрудники службы ИБ, должны успеть провести оценку того, насколько защищены информационные ресурсы и процессы внутри банков, а также подготовить необходимую отчетность для ЦБ. Времени на выполнение этого непростого задания в настоящий момент осталось не так много. И во многих банках, входящих в НПС, предпринимаются попытки в последний момент привести информационные системы в согласие с требованиями банка. БИС-ТВ привлекает банковских экспертов, которые могут поделиться своим видением и опытом в деле выполнения требований положения номер 382-П. Само 382-П выросло во многом из знакомого нам стандарта Банка России по информационной безопасности 100БР и ББС 1.0. В том числе были замечания по отчетности, по статистике, которую собирает ЦБ. Было непонятно, как ее заполнять. И в своих последующих положениях, во-первых, разъяснены многие пункты отчетности по инцидентам на национальной платежной системе. И ЦБ поставил более сжатые сроки, потому что он касается на самом деле практически каждого подразделения банка. И здесь требуется взаимодействие многих подразделений. И нужно, во-первых, поднять этот вопрос, заинтересовать все структурные подразделения для выполнения этих. Определить задачи каждого подразделения, какие будут выполняться для того, чтобы привести себя в соответствие. И, собственно, вопрос оценки. Будем ли мы проводить эту оценку сами, либо будем привлекать внешнего консультанта. Внедрение нового стандарта и соответствие требованиям новым стандартам всегда связано с серьезными капитальными вложениями и большим объемом работ, которые надо провести. Процесс достижения соответствия требованием 382П может занять до некоторых банков несколько лет. В Магнитогорске на пятой конференции этот вопрос обсуждался, и участники конференции во многом пришли к общему выводу. Первый аудит должен быть или показать банкам их место по той шкале соответствия и ориентировать банки на дальнейшую работу по приведению соответствия. Конечно, методика будет совершенствоваться и в части оценки, и в части требований, но работа происходит очень большая. Что касается 382П в Банке Возрождения, проведена достаточно большая работа, определен список активов, которые попадают в область действия 382П. Мы уже примерно представляем наши проблемы, но тем не менее мы сейчас готовимся к проведению внешнего аудита. Мы считаем, что внешний аудит наиболее правильная форма проверки соответствует требованиям 382П. Провести внешний аудит для того, чтобы получить полностью объективную оценку.